Известно, что окружение очень сильно влияет на человека, на его способности достичь успеха. Поэтому часто советуют как можно быстрее начать формировать новый круг общения. Это действительно важная рекомендация, удивительно другое. Насколько же трудно его выполнить в реальной жизни, если не знать важного нюанса, о котором практически нет информации. Поэтому задача вроде как и ясна, но выполнить ее очень трудно, если только вы сами каким-то чудесным образом не догадались, как правильно действовать. Сейчас я поделюсь с вами этими ценными знаниями. Итак, если вы хотите, чтобы с вами начали общаться успешные люди, прежде всего вы должны поменяться сами. Иными словами, не ждать, как делают многие, когда их окружение изменит их в лучшую сторону, а сначала самому стать тем человеком, который активен, позитивен, энергичен и интересен другим людям. Ваше нынешнее окружение – это отражение вашего представления о себе и ваших способностях. Если вы считаете, что не можете достичь успеха, постоянно во всем сомневаетесь, и не можете решиться даже на небольшой шаг, чтобы улучшить свою жизнь, то и людей вы притягиваете таких же. Потому что ваши мысли схожи, вы легко находите темы для разговоров и делаете одинаковые выводы. Вам есть о чем поговорить друг с другом. Но вот только будет ли это интересно тем, кто мыслит другими категориями? Я могу, я буду, я сделаю, у меня получится, я достигну. Конечно, вы и сами понимаете, что общий язык найти с такими людьми не получится, потому что вы говорите на разных языках. Представьте себе праздничное мероприятие, на котором много гостей, которых вы не знаете. Кто-то говорит по-русски, кто-то говорит по-английски. С кем вам будет проще общаться, если вы не знаете английского языка? С теми, кто говорит по-русски. Потому что вы будете говорить на одном и том же языке, и благодаря этому вы будете понимать друг друга. У вас могут появиться общие темы для разговоров, потому что может оказаться, что у вас есть общие интересы. Или вы одинаково смотрите на какие-то вещи, которые интересны и вам, и вашему собеседнику. А как быть с теми, кто говорит по-английски? Как бы они не интересовались общением с вами, для взаимопонимания им понадобится переводчик. Или им нужно выучить русский язык. Ваша речь проявляет ваш образ мысли. Поэтому просто менять речь бесполезно. Необходимо изменить мнение о себе и о своих возможностях. Вы должны полностью перестроить свое мышление с нерешительного, слабого «я не могу, у меня не получится» на энергичное, решительное, уверенное, смелое «я могу», «я сделаю», «я достигну». И еще кое-что. Люди от природы обладают инстинктами. Среди них один из ключевых – это инстинкт самосохранения. Этот инстинкт подсказывает держаться подачи от всего, что разрушительно и негативно. И тянуться к тому, что позитивно, наполнено энергией и радостью. Поэтому абсолютно все инстинктивно тянутся к тем, кто уверен, позитивен, решителен, смел. И стараются избегать тех, кто постоянно недоволен, жалуется, негативен. Считает себя неспособным улучшить свою жизнь и ждет, когда за него это сделает кто-то другой. Вот почему необходимо начать с того, чтобы поменять свое мышление. Своё представление о своих возможностях. Занять активную позицию. Я сам хозяин своей жизни. Я могу достичь целей, которые захочу. Когда я берусь за дело, у меня все получается самым лучшим образом. Это первый шаг к тому, чтобы с вами было интересно общаться тем, кто мыслит так же. Это первый шаг к тому, чтобы научиться говорить на языке успешных людей. И это первый шаг к тому, чтобы достичь того успеха, которого вы достойны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!